здравствуйте уважаемые винокуры с вами я дмитрий лафетников и производственная компания добрый жар и в этом видео я вам покажу как приготовить наливку из черной смородины причем конечно не совсем традиционную где сбраживается только сок и мякоть а с элементами настойки то есть в конце я добавлю все-таки самогончику но об этом чуть позже смородина довольно распространенная ягода к тому же очень полезная чем всегда вызывала заслуженный интерес среди домашних винокуров и так рецепт на лифте весьма прост вам потребуется на 1 килограмм черной смородины 200 300 грамм сахара 1 килограмм смородины как раз помещается в полутора литровую баночку чтобы это точно взвесить можно воспользоваться вот такими точными весами которыми можно ознакомиться по ссылке внизу в описании значит ягоды нужно перебрать удалите гнилые ягоды и плодоножки мелкие листочки мыть не нужно потому что начинаем мы как наливка и нам потребуется дикие дрожжи на поверхности ягод ягоды можно просто передавить он так ложкой что я сейчас сделаю или толкушкой но вообще идеально измельчить их на мясорубке это вообще моя любимая тема ну так же подойдет блендер там кухонный комбайн все что у вас есть не важно мясорубка просто мне кажется будет эффективнее но можно и вручную вот я сейчас буду вручную делать значит передавливаю смородину так ну вроде передавил конечно вручную скажу я вам но это да мясорубкой много проще я просто мясорубка сейчас в ремонте поэтому приходится вручную значит засыпаю сахаром 10 меня 300 грамм количество сахара как обычно можете регулировать исходя из своих предпочтений но это все таки смородина она редко бывает сладкая поэтому 300 грамм я думаю будет вполне достаточно значит засыпаю сахар горлышко завязываем марлей или салфеткой главное чтобы дышало и выставляем на солнышко ну под прямые солнечные лучи конечно нежелательно они разрушают витамин c которым богата смородина ну так на солнечную сторону в тенек куда и ждем два-три дня должно начаться брожение то есть появится пена зашипит что делать дальше я вам покажу ну периодически кстати можете встряхивать банку пока не растворится сахар это произойдет тоже где-то на второй на третий день ну практически одновременно с началом брожения и так ждем так уважаемые на куры прошло три дня малюс сахар растворился брожение идет полным ходом пахнет очень приятно так знаете смородиновая наливочка такой смородинкой даже особо спиртом пока не пахнет ну три дня посмотрим что будет дальше значит все теперь марлю убираем закрываем крышкой с гидрозатвором заливаем сюда водичку и все ставим теперь уже в темное но теплое место я люблю ставить на подоконник у с той стороны растет виноград все вроде тепло и темно ну то же время как бы и в направлении к солнце сколько ждать ну тут знаете это дикие дрожжи наливка может быть и довольно долго где-то до полутора месяцев может две-три недели посмотрим я пока не готов ответить на ваш вопрос потому что он не моей компетенции это может сказать только дикие дрожжи или господь бог значит все ждем как закончится брожение и расскажу что делать дальше прошло три с половиной недели а точнее 25 дней брожение закончилось в этом году я заметил что наливки бродят намного быстрее чем обычно вишневая наливка тоже бродила где-то примерно в эти сроки да и вы своих комментариях делитесь опытом несмотря на то что страна у нас большая но температура по больнице как правило средняя но что поделаешь это дикие дрожжи у них нет стабильности как сбродили так сбродили нам остается только принять как есть вы часто спрашиваете как узнать что брожение закончилось я специально поставил рядом вот банку с нашей наливкой и черной смородиной и банку с наливкой из красной смородины где брожение еще не закончилось здесь наглядно видно смотрите что ну ключевое отличие видите если раньше вот здесь когда шло брожение видите сок внизу ягоды вверху потому что ягоды поднимает углекислый газ продукты жизнедеятельности дрожжей идет брожение ягоды как бы наверху здесь же все брожение закончилось наоборот ягоды опустились вниз и сок получается как бы вверху но здесь его мало потому что все таки черная смородина не вишня в основном когда допустим той же самой вишни сок вверху ягоды внизу здесь вот чуть-чуть вот вверху сока ну тенденция видна да вот это и есть ключевое отличие когда вы видите что все ягоды опустились сок собрался вверху значит брожение закончилось ну и косвенно конечно показания гидрозатвора если он перестает булькать то все брожение заканчивается теперь нужно отфильтровать нашу наливку из черной смородины и что делать дальше я вам покажу все готово я отфильтровал наливку сначала с помощью воронки ситечком затем через вискозную салфетку получилось в итоге порядка 450 миллилитров на лифте ягоды я сильно не отжимал так ручную подавил немного если у вас есть желание и маленький пресс то можете выдавить еще порядка 100 миллилитров на лифте по сути то что у меня получилось это уже есть наливка и черной смородины продукт естественного брожения диких дрожжей на соки черной смородины но она довольно таки кислая и особое удовольствие ну мало кому доставит поэтому я добавил сюда еще где-то 50 миллилитров самогона крепостью 50 процентов тут можете исходить из своих предпочтений а где-то 30 50 миллилитров понимаете лучше не переборщить лучше сначала долете поменьше но где-то до 25-30 попробуйте и потом если что еще добавьте один раз я добавил побольше но получилось точно не очень хорошо я бы еще рекомендовал добавить до чайную ложку сахара или меда здесь он точно не помешает опять же количество сахара или меда можете регулировать по своему вкусу оставляйте наливку на отдых где-то на два-три месяца наливка получилось такой знаете своеобразной можно сказать смородиновый портвейн кисленькая крепенькая с легким ароматом смородины однозначно на любителя у меня все нажимайте на большую черную смородину с торчащим верх хвостиком подписывайтесь на канал и не забудьте нажать колокольчик рецептов в этом году очень много вдруг какой пропустите с вами был я дмитрий лафетников и производственная компания добрый жар и и и и и и и и и